Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. И у меня для вас есть интересные новости. На бета-тесте европейского PUBG Mobile вышло обновление 1.2. Да, вроде не так давно вышло обновление 1.1, но всё же время идёт и разработчики что-то выдумывают. Так что мы прямо сейчас с вами поговорим о нововведениях обновы 1.2. Но на самом деле их пока что очень мало. Понятное дело, что бета-тест только открылся и туда будет добавлять вплоть до выхода в релиз обновления какие-то новиночки. Но сейчас пока что есть одна вещь, о которой стоит поговорить. Так что устраивайтесь поудобнее, обязательно жмакайте лайк этому ролику и желаю всем приятного просмотра. Итак, давайте же наконец-то к новинке. А новинка это будет отдельный режим, который мы уже как-то тестили с вами в китайском PUBG Mobile. И я думал, блин, будет ли он вообще у нас или его в принципе не завезут. Но, как оказалось, его завозят. Этот режим будет находиться в разделе EvoZone, то есть это не классический режим. И он будет что-то типа пейлода. Только вместо вертолетов и прокачанных тачек у вас будут экзоскелеты, экзокостюмы, которые способны летать и поджигать все вокруг. Теперь давайте поподробнее. Итак, мы летим над картой и мы видим, что по всей территории Ирангеля разбросаны такие оранжевые треугольники. Эти зоны своеобразных питстопов или базы техобслуживания, я не знаю, как их еще назвать. В общем, на каждой из этих баз находится мини-магазин, в котором можно приобрести себе части экзокостюма, которые делятся на три части. Это руки, это ноги, это корпус. Купить данные части экзоскелета вы можете на специальные ресурсы, которые разбросаны по карте. То есть их можно находить в обычных домах. Это что-то типа денег. И второй важный элемент это чертеж. То есть обязательно на каждую часть должен быть один чертеж и 1200 вот этих вот монет, денег, не важно что это. То есть, чтобы получить весь костюм, вам нужно три чертежа и 3600 вот этой самой валюты. Соответственно, если вы играете в скваде, вы можете просто лишнее скидывать своим товарищам и тиммейтам. Так вот, если вы приобрели себе руки сначала, они в принципе ничего такого не дают. Они просто обладают такой усиленной мощью. То есть вы можете вырубить человека, игрока с одного с двух ударов вместо 5-6. Так как это бета-тест, естественно, здесь реализовано все не так круто, как хотелось бы. Так как, например, вот эти пневматические руки-базуки вообще не издают никакого особого звучания. Собрав весь костюм, у вас появится возможность стрелять поджигательными зарядами. То есть это не ракеты, это просто, можно сказать, такой мини-огнемет. Так как он не наносит моментального урона, он поджигает игрока, да, то есть как коктейль молотова. Причем я поджигал, допустим, бота, который ко мне прибегал, и с первого же заряда он не умирал. Приходилось его добивать. Так что эта штука не имба, не смертельная. Да, если учесть, что вы нормальный игрок, который еще не будет стоять на месте, то, скорее всего, тяжеловато будет вас убить, потому что она стреляет прямо, ей нельзя управлять ее траекторией. И поэтому вот так. Опять же, она не имеет никакой озвучки абсолютно. То есть пока что на бета-тесте реализовано не очень круто. Ну и последняя суперспособность этого костюма, это летать. То есть появляется своеобразный джетпак. Чтобы его активировать, нужно нажать двойной прыжок. То есть прыгаете, нажимаете еще раз, и вы летите определенное время. То есть если лететь на максимальный его ресурс, то потом вам придется ждать некоторое время, пока не кдшница способность. Но если вы, допустим, прилетели не полный ресурс, да, там, остановили, прервали, то он кдшится гораздо быстрее, я это заметил. Возможно, это изменится, и будет конкретное время показываться кдшке. То есть, в общем, мы имеем огромное экзоскелетище, которое позволяет вам летать, разбивать всем лица металлическими кулаками, а также поджигать. Я обнаружил еще, что это поджигательная штука, абсолютно пока на бетке не наносит урона тачкам, что я считаю неправильно. На самом деле, реально веселый режим. Я уже снимал видео в китайской версии, и мы там знатно поугарали, когда играли против людей. Еще, насколько я знаю, в той версии, если ты умираешь в этом режиме, то ты появляешься потом еще раз, то есть с каким-то базовым вооружением, и это продолжается чуть ли не до самого конца катки. Теперь поговорим о других аспектах этого режима. Здесь есть своеобразные аэрдропы и желтые зоны в самом начале катки. То есть, если вы приземлитесь в одну из этих желтых зон, там уже будет находиться аэрдроп, в котором будет лежать, внимание, флайер ган. Флайер ган, ничего больше. То есть, вы берете флайер ган, вызываете двойной аэрдроп, который, кстати, внешне тоже выглядит немножко иначе, ну и в нем будет обычное оружие. Я помню, в китайском PubMobile тоже там были вот эти части деталей экзоскелетов и так далее. Можно было их сразу там найти. А здесь почему-то такого нет. Также на протяжении всей катки будут падать эти самые аэрдропы, уже без флайер ганов, а обычные. И можно даже будет видеть траекторию. До момента приземления ящика вы будете видеть и саму траекторию, и сам ящик. То есть, не знаю, хорошо это или плохо, но то есть вся карта будет в курсе, где находится аэрдроп, а значит, вот там, возможно, будут прикольные вот эти вот замесы. А учитывая тот факт, что здесь вы имеете дополнительные жизни, если играете в скваде, то тогда это будет гораздо веселее. Также есть в этих питстопах своеобразных три ящика, которые один отвечает за патроны, другой за броню, и третий за медицину. Вы можете их брать с собой, что самое прикольное. То есть, можно их взять с собой, если у вас есть место. И, когда это необходимо, выставить этот ящик и восполнить необходимые ресурсы вам и вашим товарищам. К сожалению, в отличие от того же Китая, опять же, все реализовано как-то слабо. Нет никаких звуков, а также даже эти питстопы реализованы очень тупо, потому что в Китае висел этот костюм демонстрационный, да, типа крутой такой, и хотелось его собрать. Зато с Китая перешла одна крутая штука, когда ты покупаешь целиком экзоскелет, ты можешь подойти с другой стороны стекла витрины, нажать ударить, и он будет очень эффектно разбивать эту витрину, и получит там какие-то предметы лута, а также немного вот этих вот монет. Еще одной важной функцией этого режима является детектор. Детектор находится не во всех питстопах, и если обратить внимание на карту, есть в некоторых местах таймера. Как только этот таймер заканчивается, вы можете подойти к специальной такой панели и забрать себе детектор. Он будет показывать вам, внимание, всех игроков вокруг вас, то есть в радиусе действия этого детектора. Охренеть! То есть фактически это радар, обычный радар, который будет показывать вам других игроков. Действует он, по-моему, минуту или две, как-то так, но показывает персонажей довольно-таки четко. То есть взяв такой радар, вы и, кстати говоря, ваш тиммейт, можете по карте просто ездить и отслеживать противников. Если мы будем держать в голове то, что здесь есть несколько жизней у игроков, то в целом это, наверное, неплохо. Но я, правда, здесь у меня не было тиммейта и не было соперников, которые меня убили. Но в китайской версии было именно так. Ну и, пожалуй, наверное, по правилам все. То есть выигрывает, естественно, сильнейший, летаешь по карте, с помощью джетпака вы можете вообще на крыше залетать и так далее. Но я, правда, находил еще пару элементов, которые мне немножко непонятны. Я, во-первых, находил ПНВ, которые здесь непонятно зачем. Возможно, будет режим ночной, да, еще попадаться. Также я находил какие-то ракеты у ботов в инвентаре, а просто настоящие ракеты, не похожие на снаряды для РПГ, там и так далее. То есть непонятно для чего использовать я их не смог. А также зомби мины, как и зомби мода. Возможно, это просто лишь, ну, какой-то баг, да, забыли вывести из этого режима, либо что-то, наоборот, добавится и будет еще дополнительный контент. Кстати говоря, такой же режим завезли и на карту Ливик зачем-то. То есть он и на Эрангеле будет работать, и на карте Ливик. И я очень надеюсь, что разработчик его допилит. Потому что хотя в китайской версии реально было интересно играть, потому что были звуки и, в принципе, динамика ощущалась. Пока что в бета-тесте народу-то нет, это ладно. А вот то, что нет звуков, это, конечно, не круто. Ну и на этом все, друзья. Пока что в обнове больше ничего нет. Но так как она открылась, я уверен, что постоянно будут добавляться какие-то новые моменты. Я постараюсь держать вас в курсе как можно оперативнее. Ну и у меня на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Маламадрас. Всем пока.